я приветствую вас друзья сегодняшнее видео будет просто уникальным такое вы не найдете на просторах интернета сегодня просто посмотрев этот чертеж я вам расскажу всю базу которую вы должны знать для чтения чертежа в лед конечно обладая нулевыми знаниями прочитать чертеж будет проблематично но если вы будете знать то что вам необходимо изучить то есть базовые какие-то навыки то вы сможете уже в ближайшее время в лед прочитать любой чертеж и составить приблизительный технологический процесс я уже не говорю о том что вы сможете оценивать возможность изготовления той или иной детали в условиях вашего производства поэтому устраивайся поудобнее возьми чаек или кофеек а мы начинаем и так давно мы наверное ребята уже позабыли с вами не читали такие вот чертежи да и сегодня мы не будем заниматься банальным чтением сегодня мы просто пройдемся по таким вот определенным разделом чтения чертежа а именно то что вам необходимо знать это будут базовые знания и так давайте пойдем по порядку потому что классическое выполнение чертежей никто не отменял что в сознание могут вам понадобится к примеру для чтения вот этой рамки чертежа или как ее называют основная надпись на вернее я ее называю рамка она называется основная надпись здесь у вас есть основная информация это материал вашей заготовки конечно здесь есть масса есть масштаб который выполнен чертеж но это в принципе такие второстепенные так же как и само название названием вашей детали на данным чертеж это шпиндель какого-то из станков конечно чтобы понимать что это за сталь допустим здесь сталь 55 гос 1050 2013 года вы должны обладать как минимум навыками материаловедения но не всеми потому что материаловедения включает боль много разделов различных а именно раздел который касается применяемости стали кстати скором виде в скором времени у меня выйдет видео про на различные марки стали и куда они применяются поэтому этот кусочек знаний ты сможешь подчеркнуть из моих следующих видео а также ты должен понимать что я есть стали из которых изготавливаются к примеру подшипники да и стали из которых изготавливается технологическая оснастка есть стали из которой изготавливаются какие-то детали допустим шестерни до или валы и есть различные так называемые инструментальные стали их в принципе разновидности немного но все они имеют определенную маркировку степень легированности и так далее в общем найди раздел про стали изучи его и это для тебя уже будет таким кусочком самообразования что же дальше дальше у вас идут технические требования конечно в технических требованиях конструктор может написать все что угодно абсолютно любую информацию которую он хочет чтобы ты знал при изготовлении его чертежа воплощение его в металл и чтобы получилось качественно и хорошо конструктор сюда пишет эти все различные знания не знали вернее требования смотрите что самое основное в таких технических требованиях как увидите здесь указана термообработка опять же чтобы справиться с этим пунктом вы должны обладать знанием базовым станет термообработки тут на самом деле пугаться не надо здесь все намного проще чем вам может показаться именно вы должны понимать что такое цементация что такое нитроцементация не котирование что такое отпуск что такое нормализация вот эти понятия вы должны изучить у меня по моему даже есть видео но опять же не надо учиться по моим видео есть мне можно учиться но не надо брать их за какую-то аксиому откройте справочник это что я сейчас вам назвал эти виды термообработки изучите как они производятся и для каких случаев и поверхностей они оптимальны если вы изучите этот раздел термообработку то вы сможете уже с легкостью определить ту или иную термообработку и опять же понять сможете ли вы делать в условиях своего производства как увидите дальше острые кромки притупить точность конуса гост допуск набиение конического отверстия 74 относительно подшипника шейку торца шпинделя 8 игр он на длине 300 от торца шпинделя 001 да то есть все что здесь принципе написано достаточно прочитать и вам уже понятно что вы хотите сделать не указаны определенных размеров по 14 квалитет опять же мне есть видео про это расшифровку можете посмотреть и уже понимать как расшифровывается данный пункт технических требований вот в принципе да вот вы уже часть чертежа можете прочитать изучив только то что я вам сказал дальше далее у вас есть ваша деталь что необходимо какими навыками и знаниями необходимо обладать чтобы ну будем так говорить на начальном этапе написать какой-то худо-бедно такой вот технологический процесс или вообще оценить возможности вашего технологического оборудования вашем производстве или это каком-то ну я не знаю это этажа это гаражном производстве или заводском это не принципиально первое что вам надо посмотреть это габаритные размеры для этого никаких знаний не нужно вы должны обладать только информация какие предельные размеры есть в вашем технологическом оборудовании для обработки обработки детали вот примеру этот шпиндель имеет общую длину 470 миллиметров не каждый токарный станок позволяет обрабатывать примеру такую длину опять же и раз это шпиндель то вам понадобится шлифовка возможно даже полировка вы каких поверхностей да то есть это внутренние наружные поверхности подшипник радиальные упорные обычно подшипники стоят двухрядные однорядные комбинируются вы должны понимать сможете ли вы осуществить уже сразу обработку на вашем оборудовании до имея длину 470 миллиметров это важно потому что если кто-то думает что какие-то спец знаниях тут обладает и может в лед сказать что можно ли нельзя изготавливать то это все просто это просто берется габарит и опять же какая-то определительная точность в данном случае вы определяете самые точные поверхности которые имеют определенные допуска поверхности пошероховатости и уже можете сказать можно делать эту деталь или нет ну это понятно это если брать в разрезе изготовления да то есть какой-то наброски ваших технологических процессов уже касается знаний какие должны быть базовые навыки естественно каждую деталь ну практически есть это тело вращения да то есть это сто процентов если это другая деталь то это может быть немножко другое но вы должны понимать что такое точение что такое фрезерование что такое сверление что такое шлифование это базовые операции вы можете просто посмотреть как обрабатываются детали да то есть уже вам будет более-менее понятно что из этого может получиться к примеру эту деталь из заготовки ее надо сначала проточить поэтому контуру по наружу потом надо расточить вот этот конус расточить внутренние поверхности да то есть ее надо полностью вытащить потом это просверлить вот эти отверстия да вот эти вот отверстия все надо будет просверлить потом надо будет про фрезеровать вот этот паз потом нужно будет и вот этот пас потом нужно будет отправить эту деталь на термообработку и после термообработки провести шлифование и полирование так как у вас здесь указаны шероховатости также указаны технические требования вернее допуски формы расположения и как вы видите у вас здесь общая до 2832 здесь у таша же c58 62 кстати забыл вам сказать что если вы были когда будете вернее ознакомиться с разделом машиностроительным про термообработку обязательно посмотрите что такое шарцы и что такое hb это основные параметры то есть hrc это твердость о роквеллу и hb это твердость по бринеллю немножко разные виды твердости ну опять же можно могу сразу сказать что допустим бринель это определение твердости до термообработки применяется в основном роквелл применяется после термообработки ну почитайте это в принципе все достаточно просто и кстати есть у меня тоже видео на эту тему блин у меня наверное есть уже все видео практически на все основные темы если посмотреть все мои 440 видео наверное уже будут знания у вас какие-то более-менее в голове откладываться и так когда вы изучили все основные операции и обязательно там что-то вникать как там режимы резания про и посчитаются и так далее вы просто должны понять хотя бы со старта как производится процесс обработки естественно когда вы получаете какой-то вот такой вот болванец как я называю да то есть какую-то болванку круглую и потом смотрите на чертеж что из этого надо сделать то вы сразу думаете как же это делать естественно да проточить каким сказал расточить потом прошлифовать возможно предварительно перед термообработкой да потом просверить отверстие все это сделать закалить и уже потом прошлифовать на финишных операциях когда вы будете представлять эти все операции вам станет намного легче прочитать принципе любой чертеж что еще может стать подводными камнями в любом таком процессе чтения чертежа вас может смустить большое наличие размер это смущать вас абсолютно не должно потому что любой чертеж где очень много размеров это благо потому что когда размеров мало где-то что-то надо додумать много конструктора не проставляют размеры это что-то недосчитывают и когда размеров много то это говорит о том что чертеж хорошо проработан и каждая поверхность образмеренно вам то есть особо думать и высчитывать какие-то размеры не надо конечно этот чертеж скорее всего делал какой-то студент здесь куча ошибок мы сегодня с вами говорим не про это также вы должны понимать еще один важный момент это уже конечно больше касается черчения но все же на каждой детали есть какие-то узлы которые не узлы вернее части которые такие достаточно ну будем так говорить непонятны до с первого взгляда поэтому применяется так называемое сечение вот это видите сечение изучите в чертю в чертежах да то есть есть такой раздел машиностроение это про который касается именно сечений вот видите вот здесь сечение вот эта палочка вертикально она показывает в каком в какой линии до в какой линии разрезается деталь а вот здесь показывается как уже вот этот вот разрез если вы будете смотреть отсюда вот он как смотрится тоже самое порезано здесь как вы видите здесь чтобы показать допустим отверстие тогда идет как здесь вот такие вот каналы идут для смазки для этого деталь разрезается и получается вот такой вот вид разреза бб вот видите bbv то есть вы бывает разрез такой ломан и да то есть вы можете как угодно разворачивать задача конструктора чтобы вам было максимально понятно то что он хотел изобразить на чертеже друзья начинайте с эти хотя бы базовых навыков я вас убеждаю что если вы изучите вот то что я вам сейчас сказал пройдете такую вот базу этого займет немного времени вы уже будете себя чувствовать намного увереннее когда перед вами окажется чертеж принципе даже любой деталь если остались вопросы обязательно пиши в комментариях пообщаемся всем добра пока пока